Время подвести черту и вспомнить самые важные события минувших 7 дней. В эфире телеканала «Север» программа «Итоги недели». В студии Алина Волучейская. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Рассказал об итогах работы за год, затем ответил на вопросы журналистов. На этой неделе ежегодную пресс-конференцию провел Владимир Путин. 18 миллиардов 400 тысяч – расходная часть, 15 миллиардов 400 тысяч – доходная. Окружные парламентарии приняли в трех чтениях бюджет на 2015 год. Мечты сбываются, нужно только верить и ждать. В этом лично убедились несколько десятков норинмарских семей. Им вручили ключи от новеньких квартир. Олег Атанзейский о тех, кто встретит Новый год в новых стенах. «Праздник нам приходит». В столице региона состоялось открытие главного атрибута Нового года. Огнили пятиметровой зеленой красавицы зажег Дед Мороз из Москвы. Хоккея много не бывает, решили в Норинмаре и организовали вторую в истории региона ночную лигу. Очень скоро увидите подробности следовых баталий. На этой неделе ежегодную пресс-конференцию провел Владимир Путин. Сначала президент рассказал об итогах работы за год, затем ответил на вопросы прессы. Всего с главой государства пообщалось более тысячи журналистов. В Москве побывала и делегация нашего округа. Ненинскую телерадиообещательную кампанию представил Владимир Томилов. Вопрос, к сожалению, задать не пришлось, но он внимательно выслушал речь президента и поделится с вами подробностями. Еще до начала пресс-конференции журналисты были уверены, что главной ее темой станет экономическая ситуация в России и падение курса рубля. В принципе, Владимир Путин и начал с этой темы свою пресс-конференцию. В своем вступительном слове он заявил, что для нормализации ситуации в России потребуется максимум два года. Именно в течение этого периода российская экономика адаптируется к низким ценам на энергоресурсы. Путин дал четкие ответы на все вопросы. Что касается арктических регионов, то коллеги из Ямало-Ненинского округа поднимали вопрос. Об укреплении регионов, о боязни, что будут укрепнять регионы, не спрашивая самих жителей, на что Путин дал четкий ответ и четкое понимание того, что выбирать, укрепняться или не укрепняться, объединяться или не объединяться, будут исключительно жители этих регионов. В целом пресс-конференция этого года не побила рекорды прошлого, когда он просидел, отвечая на вопросы журналистов, более четырех часов. Она продлилась чуть больше трех часов. Но зато Владимир Путин находился в хорошем расположении духа, что дало понять всем журналистам, что ни экономическая ситуация в стране, ни падение курса рубля не повлияет на жизнь нашего населения. Более подробный репортаж с пресс-конференции вы увидите в понедельник, а сейчас к другим темам. Арктика – дело каждого. Под этим девизом в Санкт-Петербурге прошел международный форум «Арктика. Настоящее и будущее». Обсудить вопросы освоения и изучения арктической зоны в город Наневе съехались более 700 делегатов из 23 регионов России и 7 стран. Ненинский округ на международной площадке представила официальная делегация во главе с губернатором Игорем Кошиным. На протяжении двух дней шло обсуждение путей развития бесценного арктического резерва нашей планеты. На форуме в эти дни работала и я с моим коллегой-телеоператором. В следующем материале поделюсь с вами подробностями. Россия входит в Арктику всерьез и надолго. Арктическая зона – бесценный резерв нашей планеты. Для ее развития необходимы огромные инвестиции, решения социальных вопросов, развитая логистика и экология. Еще один немаловажный фактор успешного освоения Арктики – ее изучение. Для этого с каждым годом применяется все больше новых технологий. Вот этот подводный гладер работает по принципу бумажного самолетика, то есть не требует человека для управления, работает автономно и может находиться под водой до полугода. Пилотный проект позволит мониторить подводную среду и дно океана, а также патрулировать акваторию. Первый практический образец гладера Мака был разработан и испытан в 2012 году. Среди множества его преимуществ такие, как сверхмалая шумность, сбор и передача информации в масштабе реального времени. Таких пилотных проектов на выставке форума было представлено не меньше двух десятков. Юлия Карпавичус вместе со своими коллегами из Сибирского федерального университета привезла на форум беспилотник, который занимается съемкой в 3D-режиме. Он позволяет с помощью специальной программы переводить фотографии в трехмерную карту. А вот на экспозиции нашего региона, хоть и не было научных инновационных проектов, но тропа к нему не зарастала. Стенд Ненинского округа – единственная площадка, на которой был организован телемост с шаманом. На самом деле я очень впечатлена. Я подходила к нему три раза. Первый раз, когда я подошла, он сказал, что все, наверное, как мы и планировались. То есть это, ну, и да, ну, то есть примерно время свадьбы, примерно где жить, примерно в моем обучении. И то есть, в принципе, все так есть. Пообщался с шаманом и организатор форума Артур Челенгаров. Привет, дружище, привет, привет. Ты как, продолжаешь шаманить? Шаманик, продолжаешь? Работает, работает. Ну, да, я приеду в марте месяц. В марте приеду, готов к чуму. Прямое включение с Ненинским чумом стало наглядным примером того, что коренным и малочисленным народом Севера, впрочем, как и всем тем, кто проживает на Севере, нужно уделять большое внимание и всячески их поддерживать. В ходе форума выступающие не раз отмечали, что главное богатство Арктики – его люди. И основная задача людей – этих удержать. Ведь с каждым годом все больше трудящихся предпочитают суровому климату арктических городов, развитые мегаполисы. Я хотел, чтобы наша дискуссия коснулась так же вопросов, как удержать людей в северных территориях и привлечь туда ногу. Только над БАФКами, учитывая революционную угля, теперь невозможно привлечь. Надо, наверное, какие-то другие меры принимать социальные поддержки, в частности, и, может быть, строили жилье, делать что-то еще для того, чтобы и наши россияне, и, может быть, иностранные граждане приезжали и работали в России. Для арктических регионов особое значение имеют вопросы развития транспортной инфраструктуры. Вдоль берегов арктической части Северо-Запада проходит Северный морской путь. Здесь располагаются два крупнейших порта западной части Российской Арктики – это Мурманск и Архангельск. Их развитие тесно связано с развитием Северного морского пути и арктической зоны в целом. Кстати говоря, в нее входит 9 регионов, и залог успешного развития Арктики – тесное сотрудничество между ними. Мы, на самом деле, каждый предлагает свои конкурентные преимущества, и они у каждого региона есть. Поэтому мы сотрудничаем. Мы, кстати говоря, совсем недавно стали себя осознавать арктической зоной. Это совершенно новое ощущение. Каждый регион должен предложить что-то особенное. Одна из конкурентных особенностей в Ниньинском округе – нефтедобыча. Кстати, за счет недропользователей в какой-то мере можно будет поднять экономику страны. Об этом не раз заявляли участники форума. Поэтому развивать месторождение и сотрудничать с нефтью и газодобывающими компаниями – одно из направлений работы в арктических субъектах. Ниньинский округ тут не исключение. Участники, являющиеся перспективными с точки зрения добычи водородов, составляют свыше 120 тысяч квадратных километров. Извлекаемые запасы нефти – более 1 миллиарда километров. Запасы свободного газа – более 120 миллиардов кубометров. Плюс огромнейшие запасы на шельфе. Платформа «Приразломность», которая для основной нефти отгрузила уже более 1 миллиона баррелей нефти, находится всего в 55 километрах от наших берегов. Сети цифры, исчисляющиеся миллиардами тонн и плеводородов, условно открывают перед округом большие возможности. Но вместе с тем мы не забываем, что всякая возможность одновременно накладывает на нас и колоссальную сеть ответственностей. Могу с уверенностью заявить, что мне не сказать, что мы готовы выполнять задачи, которые стоят перед северными территориями государства. К этим задачам относятся освоение природных ресурсов, решение социально-экономических проблем, развитие логистики и энергетики, экологическая безопасность и сохранение культурно-исторического наследия народов севера. Чтобы курс, заданный государством, выполнялся эффективно и качественно, необходима и такая составляющая, как международное сотрудничество. Этот тезис неоднократно прозвучал в ходе форума и был поддержан организатором международной встречи Артуром Николаевичем Челенгаровым. Значит, нам нужно, чтобы это было объявлено международным сообществом, нужно, чтобы решилась всемирная метеорологическая организация, союз еще какой-то там наушных исследований. Да, ну где-то есть теперь поддержка, десятилетия, ну вы знаете, какая сейчас ситуация политическая. Ну посмотрим, но мы еще раз подчеркиваем, что мы открыты для международного сотрудничества. В ходе форума также отметили, что все региональные задачи должны быть увязаны в единую систему на уровне страны. Приалитеты по развитию Арктики должно расставлять государство. Для этого участники форума предложили создать полярную комиссию. Это решение, как и все другие принятые в ходе форума, внесли в проект резолюции, которую подписали по окончанию встречи. Резолюцию с предложениями и рекомендациями по совершенствованию законодательства и госрегулирование в сфере устойчивого развития Арктики направят в органы власти России. Несмотря на экономическую ситуацию в стране, доходная часть бюджета Ненецкого округа в будущем году будет выполнена. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин, комментируя принятие главного финансового документа региона. Напомню, на неделе окружные законодатели приняли бюджет региона на 2015 год в третьем окончательном чтении. Говоря о расходной части казны, стоит отметить, что уже проиндексированы выплаты ветеранам Великой Отечественной, друженикам тыла и детям войны. Будут дополнительно введены специальные надбавки за классное руководство в школах и детских садах. В настоящее время рассматривается вопрос об индексации выплат инвалидам. Также намерены продолжить субсидирование региональных производителей молочной и мясной продукции. Со следующего года изменится и система строительства. Она будет полностью централизованной. Застраивать участки как в городе, так и на селе будут квартально, чтобы не тратить время и деньги на каждый дом в отдельности. Централизованная система строительства позволит повысить качество, эффективность и уменьшить срок возведения домов. Это поможет в более короткие сроки переселить жителей округа из ветхого жилья в новостройке. Кстати, на неделю уже несколько десятков семей получили ключи от новеньких квартир. Люди, которые стали обладателями долгожданных квадратных метров, стояли в очереди на улучшение жилищных условий не одно десятилетие. До конца этого года очередникам мэрия планирует выдать 102 квартиры. Еще 218 уже в следующем. Таких цифр не было давно. Олег Танзийский о тех, кто предстоящий Новый год встретит в новых стенах. Чтобы сказать эти слова, Надежда Вокуева ждала 31 год. Теперь все позади. Она, наконец, хозяйка этой квартиры. Теплая, уютная, а самое главное – большая. Вместится, шутит женщина, все семейство. А вот здесь будет комната у сына, ближе к кухне ее. Надежда уже подумала и над обстановкой. Вот здесь будет шкаф, здесь диван, тут тумбочка с телевизором. Все. Со старой квартирой эту и сравнивать неприлично. Вместо 52, более 80 квадратов. Хороший ремонт, светлая ванная, красивый вид из окна и довольные дети. Все, что нужно для счастья. Вот только свет бы еще заработал. Не верится еще, никак не можешь понять, что это мое-то, мое-то будет. Еще нет, пока нет. А вот не усложняет то, что все-таки авиаторов не очень близко к центру? Нет, нет, это хорошо. Нет, здесь же будет большой торговый центр, вот этот жилищный. Нет, нет, не усложняет. Пойдемте, еще покажу комнату, кухню. В заветный список попали 102 семьи. Многим накануне ключи от квартир уже вручили в торжественной обстановке. Остальные комплекты получат чуть позже. В этом году мы должны заселить порядка 100 квартир. И первым квартале, ну давайте побольше возьмем, первом полугодии следующего года еще 218 квартир пойдут на очередь. И так хочется вот такими темпами продолжать строительство социального жилья для очередников. Игорь Викторович нам поставил задачу такую. Район улицы авиаторов должно быть порядка 1000 квартир построено для гаражен, как по программе переселения, так и по социальной программе. Кстати, большинство новоселов станут соседями. Новые дома по новым для региона технологиям возвели в микрорайоне авиаторов. Застройщик ВМ Инвест дал личную гарантию. Жилые здания выдержат даже самые суровые северные погодные условия. Квартиры, что в двух домах, уже нашли своих хозяев. Третий дом пока еще не сдан в эксплуатацию. Там 42 квартиры тоже для очередников. В мэрии пообещали, что их заселят уже в ближайшее время. В России растет количество детей. На 1 января этого года численность детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в России, составила 27 миллионов 374 тысячи человек. По сравнению с началом 2012 года численность детей выросла на 460 тысяч. Такие цифры приводятся в государственном докладе о положении детей и семей, имеющих детей в Российской Федерации за 2013 год, подготовленном Министерством труда и соцзащиты. Естественный прирост населения наблюдается и в Ненецком округе. По информации отдела ЗАГС, за 11 месяцев этого года на свет появилось 627 малышей. По сравнению с прошлым годом цифры практически не изменились. А вот смертность заметно снизилась. В этом году в регионе скончалось 99 человек меньше, чем в прошлом. Количество заключенных браков почти не меняется год от года. В этом году узами брака свои отношения скрепили около 300 пар. В сфере усыновления и опекунства, напротив, статистика печальная. В текущем году в Ненецком округе 14 детей вернули в дом малютки и детский дом семьи, которые взяли на себя обязательства по их воспитанию. Власти региона решили предусмотреть меры ответственности в отношении опекунов и приемных родителей за возврат детей. Инициатива принадлежит главе региона Игорю Кошину. Согласно законопроекту, такие граждане обязаны будут вернуть средства, которые они получили в качестве мер соцподдержки. Подробности у Ирины Цепитовой. Татьяна Ивановна – педагог по образованию. Занимается воспитательной работой в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. Вот уже три года она – приемная мама 14-летней девочки. За это время случалось разное. Все-таки подростковый возраст дает о себе знать, но любую ситуацию всегда решали полюбовно. Просто садились за стол и разговаривали. Силой слова решали любые проблемы, говорит Татьяна Семяшкина. Ни разу за прошедшие годы не возникало мысли расстаться со своей воспитанницей. Не надо ребенка переделывать, подстраивать для себя. Нужно его принимать таким, какой он есть. И даже, может быть, где-то самому поменяться. Вот что-то в себе пересмотреть, потому что мы взрослые люди. Это ребенку тяжело, тем более представляете, он приходит в другую семью, у него уже изломанная психика, у него нервная система вся искорежена. И попадая в другую семью, он начинает, конечно, что? Он вначале видит негатив, и ему кажется, что к нему плохо относятся. Нужно вот эту, мне кажется, черту как-то в первый момент сгладить. По данным отдела опеки и попечительства, сегодня в различных учреждениях округа проживает 141 ребенок-сирота. Под опекой находится 146 детей, в приемных семьях 83. В текущем году семью обрели 63 ребенка. Это на 31 больше, чем в прошлом. 18 детей установили в основном приемные родители. Под опеку и попечительство попало 24 ребенка. 21 взяли на воспитание приемные семьи. Эту положительную динамику испортила строка возврат. 14 детей-сирот в этом году вернулись туда, где они уже были однажды оставлены. 12 из них приемные родители и опекуны вернули по собственному желанию. Причина однообразная. Не справились, не рассчитали собственные силы. Вернули 14 детей. В этом году 14 детей? Да. Это рекорд, это позор, это кошмар, это вообще невиданные цифры. Принятие ребенка – это очень, очень серьезный шаг. И граждане, которые берут этих детей, они просто обязаны понимать, что они делают. Они обязаны осознавать сами. То есть, если ребенок может не осознавать, то эти граждане обязаны осознавать, на какой шаг они идут. Принять в свою семью совершенно чужого ребенка. С чужими генами. Каждая семья, желающая взять ребенка на воспитание, проходит строгий контроль. Доходы, жилищные условия, состояние здоровья, отсутствие или наличие судимости и даже окружение потенциальных опекунов и приемных родителей. Специалисты отдела опеки и попечительства при рассмотрении заявлений просчитывают все риски. В процессе сбора документов обязательным является прохождение психологических курсов. Они проходят на базе Центра ДАРК. По окончании всех процедур специалисты и потенциальные родители принимают решение, от которого зависит будущее ребенка. Ведь повторное возвращение в детское учреждение – это еще одна тяжелая травма. Я думаю, прежде всего, наверное, потенциальным родителям не надо торопиться с принятием такого решения. Лучше, наверное, прийти и посмотреть ребеночка в разных ситуациях. В занятиях, на прогулке, в общении со взрослым, на празднике. Например, в каком-нибудь мероприятии, например, за пределами детского дома. Тогда, может быть, он как-то сможет проявить себя по-особому, по-настоящему. Кстати, в окружных законах фактически отсутствуют меры ответственности граждан за возврат детей. Этим вопросом сегодня занялись власти региона. Уже принято решение предусмотреть меры в отношении семей, которые возвращают детей после того, как взяли на себя обязательства по их воспитанию. Согласно законопроекту, такие семьи будут обязаны вернуть средства, которые они получили в качестве мер соцподдержки. Это субсидии на приобретение жилой площади, транспорта, мебели и на оплату текущего ремонта жилого помещения. Хотелось бы говорить о том, что детей вернули, исходя из того, чтобы получить деньги. Есть разные ситуации. Понятно, что ребенок приходит, можно сказать, в чужую семью. В том числе, там есть свои дети. Иногда они находят взаимопонимание. Много вопросов возникает. В каждом конкретном случае при установлении этой ответственности мы будем разбираться и смотреть. Важна на данном этапе постоянная психологическая поддержка приемных родителей и опекунов. Сопровождение семьи в сложный для них период может помочь пересмотреть решение об отказе. В скором времени в округе должны появиться узкие специалисты, которые будут непосредственно работать с семьями, желающими принять в свою семью ребенка или по каким-то причинам отказаться от него. И, как говорят социальные работники, возможно, тогда возвращаться в детские дома ребята больше не будут. Меньше двух недель остается до праздника, который любят, пожалуй, все от мала до велика. В мэрии по этому поводу состоялось заседание оргкомитета по подготовке к новогодним праздникам. Так, по предложению отдела по вопросам культуры город-администрации, праздничное новогоднее гуляние решено проводить в ночь с 31 декабря на 1 января с часу 30 до 5 часов утра. По опыту прошлых лет, это наиболее оптимальное время. Горожане, насладившись новогодним застольем и праздником, в кругу семьи успеют добраться до площади Марацей. Кстати, в этом году автобусы будут ходить всю ночь по графику, который сейчас согласовывается с автотранспортным предприятием Наринмара. А между тем, в столице региона состоялось открытие главного атрибута Нового года. Огнино-пятиметровый зеленый красавец и зажег Дед Мороз из Москвы. Перед этим он провел конкурс на звание лучшего Деда Мороза Ненецкого округа. Здравствуйте, мои ненаглядные и большие, и малые, русые и черноволосые. Всем вам от меня низкий земной поклон. Сегодня циферка 20 на моем волшебном календарике переливается разноцветными сказками. И это неспроста, потому как именно сегодня здесь начинается первое мероприятие по смотру талантов новогодних персонажей. За титул самого веселого и доброго волшебника вышли побороться пять дедушек со своей свитой. Все они приготовили конкурсы и сюрпризы для ребят и их родителей. Почти три часа на главной площади Наринмара водили хороводы, пели новогодние песни. Закончился парад Дедов Морозов фейерверком и фотосессией. В домах тоже украшают зеленых красавиц. Сегодня в почете, как и много десятилетий назад, игрушки, сделанные своими руками. А ведь вплоть до 60-х годов 20 века их производили кустарным способом. Сегодня эти ретроэкземпляры бережно хранятся в домах россиян, и увидеть их можно только на специальных выставках. История новогодней игрушки уходит в советское прошлое. До 30-х годов они были незаменимым атрибутом новогодних праздников. Однако в 1929 году был издан декрет Совнаркома, отменяющий все праздники, кроме 7 ноября и 1 мая. С прилавков магазинов исчезли елки и елочные украшения. Моратории на празднование Нового года отменили в 1935 году. С этого момента елочные украшения набирали популярность. В Нинецкой центральной библиотеке на выставке елкиной игрушки можно посмотреть, как украшали елки наши бабушки и дедушки. Самые интересные, я считаю, игрушки, которые были сделаны полностью вручную. То есть это не штамповка, не конвейер, а человек сидел и делал одну игрушку. Это игрушки в основном до 60-х годов. Большая часть экспозиции – это игрушки, сделанные уже в 70-х, 80-х годах. Но есть несколько экземпляров, произведенных в 50-х и даже 40-х. Например, красный воздушный шар. Когда она попала в руки библиотекарей, они долго гадали, что это. Позднее информацию о ней нашли уже в энциклопедиях. Вот этот красный воздушный шар, мы держали его вот таким образом. Не могли понять, что. Но это вот так. Вот она немножко сломана, но со временем, естественно. Это игрушка 40-х, 50-х годов, ручная работа полностью. Собирали экспозицию новогодних игрушек более года. Какие-то экземпляры нашли сами сотрудники библиотеки, что-то принесли читатели. Во время проведения выставки и рассказов для школьников выяснилось, что во многих домах Наринмарцев бережно хранятся старые ёлочные украшения. У меня была игрушка от прапрабабушки. Она мне была очень дорога. Сначала переходила к моей прабабушке, потом к бабушке, потом к маме. И она перешла ко мне. Она такая шишечка стеклянная, такая золотистая. Но, конечно, с неё уже всё опало. Современные игрушки в основном сделаны из пластика. В советские годы украшения для ёлки делали из стекла, ваты, картона, фольги. В далёком 1937 году Наркомпрос выпускает пособие под названием «Ёлка в детском саду», где подробно описано, какие ёлочные игрушки и в каком порядке следует вешать на ёлку. Сейчас нас никто не ограничивает. Несколько лет назад появилась мода украшать новогоднюю красавицу в цвета российского триколора. Ценятся и самодельные игрушки. Сделать ёлочную игрушку можно и своими руками. Сегодня нам в этом поможет Екатерина Тарасова. Екатерина, что мы сегодня будем делать? Мы будем делать мишку, которая может быть не только сувениром, но и ёлочной игрушкой, если подвесить к нему верёвочку. Рекомендую делать игрушки ёлочные из фетра, потому что это и с детьми просто, и потому что фетр не осыпается. Ну вот у меня получилась такая замечательная игрушка, которую сделать довольно легко и быстро. И она обязательно станет хорошим украшением для вашей ёлки. Как украсить новогоднюю ель зависит только от вас, но она непременно подарит всем окружающим праздничное настроение и ожидание чуда в новогоднюю ночь. В преддверии Нового года чудеса происходят и в Нельмином Носе. Там на неделе фельдшерско-акушерский пункт превратился в библиотеку. После длительного ремонта сельское книгохранилище наконец переехало в своё собственное здание. Новым домом для книг стало помещение бывшей амбулатории. Событие для посёлка поистине долгожданное. Почти 9 лет Татьяна Коскова вместе с немаленьким книжным фондом ютилась по разным углам. До недавнего времени пристанищем библиотеки было подсобное помещение в спортивном зале на окраине посёлка. Пол библиотечного фонда даже не было расставлено, а между тем спрос на книги в посёлке большой. У нас книгу люди любят. На протяжении многих, вот сколько я работаю, 36 лет, люди всегда у нас читали. И всегда интересуются и книгами, и любой тематикой. Право перерезать красную ленточку предоставили главе администрации Малоземельский сельсовет Михаилу Талееву, инженеру и патитару Виктору Гмырину и хозяйке библиотеки. Раз, два, три. Держи. Опайте. Три года здание бывшей амбулатории стояло без ремонта и эксплуатации, пока не было принято решение разместить здесь сельскую библиотеку. Аукцион провели в сентябре, в октябре уже подписали контракт. Подрядчикам организации и патитар все остались довольны. Ребята ответственные, выполнено всё качественно. Я ходил еженедельно, ежедневно все эти работы проверял. Значит, было утепление полов, разборка полностью полов, замена фундамента, система отопления полностью, электроосвещение. Ну, работы выполнены в срок. Отремонтированное здание собственной кочегаркой может прослужить ещё не один десяток лет, говорят строители. Но в планах у администрации посёлка строительство новой библиотеки. Большой и просторной. И теперь новости спорта. Хоккея много не бывает, решили в Наринмаре и организовали вторую в истории Ненецкого округа ночную лигу. В ней играют непрофессиональные спортсмены, просто любители, которые днём работают. В этом сезоне за главный приз, путёвку на финальный этап в Сочи, борются четыре команды. Пингвины, Север, Полярные Волки и Наутруд. В Анхейл накануне подвели итоги первого тура. Всего их четыре. Мой коллега Олег Итанзийский лично отметил. Накал страстей на матчах ночной лиги не уступает накалу в ведущих чемпионатах. На часах 21.00 многие люди уже в это время ложатся спать, но только не эти ребята. Для них это время выхода на лёд. Впрочем, название турнира оправдывает – ночная лига. Они борются, они стремятся, они забивают в своё удовольствие, вне работы. И таких в России полно. От Калининграда до Сахалина. Первый этап НХЛ особых сюрпризов для любителей хоккея не преподнёс. Расположение команд в турнирной таблице очевидное. Первые – Пингвины, это победители прошлого сезона. Вторые – Полярные Волки. Третий – Наутруд замыкает список команда «Север». Этот матч – открытие тура второго. Клюшки скрестили Полярные Волки и Север – ветераны и новички. В первом туре команды на льду уже встречались. Бегали, боролись все, но забивали только одни. Полярные Волки тогда разгромили соперника с неприличным для хоккея счётом – 18-0. Сегодня «Север» хочет взять реванш. Однако уже первые минуты матча доказывают – не получится. 1-0, 2-0, 3-0, дальше больше. Итоговый счёт – 12-1 в пользу Волков. А это наша игра такая, не собранная. Так играем. Но пока у нас команда молодая сейчас, только-только мы создали её. Друг к другу привыкаем пока. Ночная хоккейная лига объединяет многие дворовые команды. Тех, кто играет не на профессиональном уровне, но с большим желанием. В Наринмаре этот турнир проходит уже во второй раз и с каждым годом есть определённый прогресс. В том году тоже у нас было 4 команды. Так как у нас население, численность населения Невского автономного округа не позволяет создать больше команд на данный момент. Но стараемся. Здесь нет подставных матчей и подавок, а интрига, как на самых настоящих кубковых баталиях, отечественные НХЛ. И всё это не ради призов или денег, а просто для себя и хоккея. Они приходят играть в свободное от работы время. При этом каждому, кто на льду, не меньше 40. Правила здесь такие. Ну, конечно, да, если, допустим, тебе по 50, а кому-то чуть меньше, наверное, но пока ещё тренируемся, хватается. Но всё же что заставляет выходить на лёд? Ну, любовь, наверное, к хоккею именно. Ну, и вообще двигаться как-то надо. На каждом матче присутствует поддержка. Родные и близкие приходят поболеть за своих мужей, отцов и даже дедов. Без лозунгов и плакатов, конечно, но в душе переживают за каждую ошибку хоккеистов из любимой команды. Мы поедем за, ну, запаянных волков. Впереди у команд ещё несколько десятков напряжённых матчей. НХЛ сейчас только в самом разгаре. Ночная лига завершится в конце марта следующего года. Затем команда победителей отправится защищать честь нашего округа в Сочи. Там всё намного серьёзнее. Туда съедутся лучшие любительские команды со всей страны. Такова была картина прошедшей недели. Какая будет следующая, узнать из наших выпусков новостей. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи на Севере.